Привет всем! Сегодня мы с вами поговорим о погоде в Болгарии, но не потому, что нам больше не о чем разговаривать, а потому что она поменялась. Затем мы с вами зайдем в одну квартиру, которая продается в нашем комплексе, и прогуляемся по комплексам, по нашим, по соседним, и еще зайдем в парочку магазинов. Будет интересно, устраивайтесь поудобнее. И сколько мы тут живем, столько я снимаю видео свои, и мне местные жители иногда писали под моими видео такие комментарии, что типа вот подожди, Леонора, вот наступит зима, вот будет еще тут холодно очень сильно. И вот я хочу вас спросить, а то уже наступило? Сегодня просто первый день, когда мы весь день не выключали кондиционер, и сегодня я увидела снег в горах. Ну, именно, находясь в своем комплексе, утром на спорт вышла, смотрю, снег в горах лежит. Как бы потом мы днем выходили прогуляться. Ну, да, ветер был холодный, скажу честно. И, в общем-то, хочу у вас спросить, напишите в комментариях. Вот, уже зима? Или еще пока что нет? Не очень понимаю. Я, конечно, прогноз погоды посмотрю, и вам, конечно, его покажу. А ты на одной, на второй? Ну, нет. А ты можешь как-то, на той, на той, на той, на этой, на той, на той, на той, на той, на той, на той, на той. Думаю, да, да, это все. А вот это вот так. Ой, я умею, что-то по скорости, что-то тебе даже грустно. Мама, стой! Ну, и в продолжение к теме холодов, конечно же, мы с вами зайдем обязательно в магазин, где, на мой взгляд, наиболее большой и доступный выбор отопительных приборов. Мы с вами опять в мастер-хаус. Заехали. Знаете, зачем мы приехали? Надоело мне мыться в холоде. Буду я мыться вот с такой приблудой в ванной. Цена прикольная. Не знаю, как она будет греть. Расскажу вам. Но она мне очень понравилась внешне и по цене очень понравилась. Все остальные, эти кварцевые, мне вообще не нравятся. Остальные какие-то дорогие и некрасивые, если честно. Ну, то есть моя красивее. Она не нормальная, но моя красивее. Вот. Кому колориферы со скидками, конвекторы, вернее. Говорят, что очень хорошо греют и экономят. Так что вот, мастер-хаус. Тут так быстро нагрелась ванная, просто как в бане. Классный такой вот он дует отсюда себе. И тепло-тепло становится. Ванная небольшая, так что супер. Наверное, рекомендую. По крайней мере, пока счет за электричество не увидела. Ну, вот такая погода у нас сегодня. И в ближайшие дни потом потепляет, как вы видите. Но я знаю, что в тех регионах, в которых вы живете, не только холоднее, а еще и ветренее. И снег лежит кругом. И бывает даже так, что на улицу вообще выходить не хочется. И что вы тогда в это время делаете? Вы смотрите, конечно же, телевизор. И ваши близкие и родные люди тоже смотрят телевизор. Порекомендуйте, пожалуйста, своим друзьям и родственникам мой канал. Скажите, смотри Болгарию с Элеонорой. И все, они найдут в поиске. Или попросят кого-то, чтобы им нашли. Ну, либо, конечно же, под каждым видео есть функция поделиться. Используйте ее. Решила записать очередной непрошенный совет. В общем, готовлю я есть. И вспомнила я, как один мужчина-повар, повар на ютубе рассказывал, что не надо мыть куриное мясо, потому что при мытье у вас разлетаются, значит, брызги. И очень много микробов. И что вреда наносите гораздо больше, чем термически обработанное мясо, не помытое. В общем-то, я с этим не согласна, потому что я мясо уже давным-давно мою таким образом. Я его из мешка не достаю. Он же в мешке продается. Я его просто вот так разрываю, дырку делаю в мешке. Вот так вот прямо. Вот так воду налила. И вот так вот несколько раз промыла. И из мешка воду выливаю прямо в раковину. Никакие брызги у меня никуда нет. Разлетаются, мясо прекрасно чисто. Просто я так решила, раз он покусает, значит, многие не знают, что ли, что так можно делать. Видите, мне сам какой цветочек подарил классный. Четыре дня назад, наверное, или три. Стоим, и все, хор, красота. У нас в комплексе сорвал, извините, управляющий. Знаете, что еще мне в голову пришло, что если станет вдруг скучно, можно по комплексу пойти сходить за грибами. Вот такие грибы. Правда, суп из них не сваришь, но мы как бы не жрать сюда приехали, если что. Вот еще тут. Смотрите, нарядный какой. Просто как на выставку пришел. Ну, вот еще полянка с грибами. Середина декабря нормально. Мы сейчас идем со старого Несебра, прогуливаемся с палочками. Тут, вон, мои палочки отдыхают. Пока посмотрите. Если вы не знаете, как выглядит озарение, то вот оно выглядит вот так, наверное. Почему-то мне так кажется, что это оно. Видите? Пять полос, получается. Там появляется море, горы, кусок неба, еще один кусок неба, кардинально отличающийся, и потом пятый. И там так прямо, как будто бы двойное небо. Очень интересно. Ну, а, как я и говорила вам, ремонтная работа в разгаре. Там красят, красят, подъемник пригнали. Тут тоже что-то происходит строительное. Ветер дует, розочки цветут. Розочкам тут все ни по чем, они здесь выносливые. Ну, если вы хотите быть такими же выносливыми, то приехать жить в наш комплекс. Есть чудесная студия. Расположена на третьем этаже. Этаж не последний, в середине дома. Теплая, хорошая квартира. Укомплектована всем необходимым для жизни. Вся базовая комплектация, что вот у нас было. Тоже мы приехали, плиту мы поменяли эту. Вот, все. Большая терраса, смотрите, выходит на запад, на закат. То есть у вас под окном, в этом случае, нет ресторана с бассейном, как я вам в прошлой квартиру показывала. Там было и то, и другое. Здесь под окном ничего нет. Тишина, покой. И сможете любоваться каждый вечер на закат. Как вы знаете, в Болгарии самые красивые закаты. И солнце у вас будет после обеда сюда попадать. Ну, в общем-то, вполне неплохо на полу ламинат. Заезжайте, живите. Все прекрасно, как вы уже успели убедиться. Управляющая компания наша не просто так деньги собирать, но так с поддержкой. Производятся все ремонтные работы. Летом они запрещены. Летом все силы идут на уборку территории, на облагораживание деревьев, цветочков и прочего, чтобы вам было приятно жить. Чистые подъезды. Видите, вы выходите из своего подъезда. Вот так интересно. Смотрите вот на такой вид. И спускаетесь по лестнице. Здесь на этой лестнице классно можно спортом заниматься. С утра вниз сверх побегал. Вот здесь зарядочка. Очень полезно. Причем лестница на воздухе. Тут такая красивая галерея. Ну, правда, сейчас она немножко по-осеннему выглядит. Но летом здесь очень красиво идти. Все березки зеленые. И еще розочки растут. И тут розочки растут на этом заборе тоже. Вот вы ходите и по аллее. По-красивой. Идете. Своим важным делам. И даже если дела у вас не очень важные, вы можете идти и гордиться тем, что вы живете в таком красивом месте. Теперь о важных делах. У моего младшего ребенка сломались наручники. Представляете, вот как ребенок без наручников. Ни брата не арестовать, ни папу не арестовать. В общем, расстроился. Страшно, что у него сломались. Вот я заехала в один прекраснейший магазинчик. На солнечном берегу находится. Работает круглогодично. И пока я дошла до тех наручников, слушайте, я просто обалдела от количества товара. Тут есть все. Причем по таким доступным ценам вполне. Все, что вы хотите домой. Все, что вам может только пригодиться, понадобиться. В общем, пока вы наслаждаетесь видами несметного количества товаров, я вам расскажу, откуда же я ехала. Я ехала с собеседования из агентства недвижимости по рекомендации одной из моих подписчиков. Санечка, большое спасибо вам за заботу. Познакомилась с одной еще прекрасной женщиной. Но буду отказываться, потому что все-таки большая часть рабочего времени проводится в офисе. А в офисе я свое уже отсидела. Я бы с удовольствием ездила бы на машине, на своей, по округе. Что-нибудь бы снимала, фотографировала бы даже те же самые объекты недвижимости и была бы счастлива. Но на данный момент в таких чудо-сотрудниках необходимости, насколько я понимаю, нет. Очень жаль. Поэтому давайте хотя бы дружно подпишемся на мой канал. Потому что вот даже пока я сижу делаю это видео, я же вижу по аналитике. Кто-то пошел смотреть все подряд мои видео без подписки. Я все вижу в аналитике, что там происходит у меня. Давайте до тысячи, может быть, как-то допьем, чтобы я хотя бы монетизацию себя оформила. Если вам не трудно, сделайте мне такой подарок к Новому году. Ну, если и не сделаете, так и бог с ним. Ладно, буду дальше все равно снимать контент для вас. Потому что мне это нравится. И я хочу, пока есть возможность, заниматься тем, что мне нравится. Вот. Смотрите, сковородки классные. Видите? Подносы, тарелки, все, что хотите. Ничего здесь только нет в этом магазине. И вот так вот я добралась, наконец-то, до отдела игрушек. Тут их, конечно, такое великое множество. Я же пока сейчас все не рассмотрю. Я же не спрошу у продавца. Хотя девушка там есть, занята делом. Я не буду у нее спрашивать наручники, потому что мне очень интересно посмотреть, что тут еще есть. Цены на машинки начинаются приблизительно от одного евро. Можно найти на любой кошелек. Есть, конечно, и по 25 евро. Ну, там уже целые такие огромные, профессиональные, так сказать, транспорт. Даже в мире животных есть. Ну, я ходила вот в этот магазин. Потом зашла в этот. Вон моя машина стоит. И вот стоит красиво еще одна машина, из-за которой я выехать теперь не могу. Я не знаю, что делать. Ну, я, конечно, не буду полицию никакую вызывать. Я, конечно, могу ему позвонить. У него вся машина вон в телефонах. Только что я скажу я по-болгарски. Малко разберу. Болгарский язык. Ну, я погуляю, конечно. Мне не трудно. Слава богу, не спешу никуда. В принципе, я, конечно, могу выехать, если поднапрячься. Ну, напрягаться мне сильно охота. Я не такой супер водитель. Пойду погуляю чуть-чуть. Погода хорошая. Погуляйте вместе со мной. Ну, такая она, бог горя. Вне сезон. Не спирай исход. Значит, не паркуйся, не останавливайся. Там выход. Хармонис Витс красивый. Красивая улица. Ну, симпатичная, по крайней мере. А вот дядька идет. Сейчас она едет. И я поеду. Молодец, что я по лицу не вызывала. Хороший дядька работает. Потому что работать надо как-то. Где-то надо машина оставляться. Вот так вот. Ладно, ребятки, поедем домой. А, я же вам сейчас покажу, что я купила в Альдораду еще. Сейчас, секунду. Вот из-за наручников я купила весь вот такой вот набор. Сейчас радости будет, наверное. В общем, теперь у меня ребенок будет полицейским целых пару часов. Не знаю, насколько ему хватит этой забавы. Ну, такая игрушечка красивая. С надписью Бил Ив. Если не ошибаюсь, это Верь. Что нам еще мигрантам остается? Только верить. Счастья вам всем и веры.